Поэтому, наверное, мы начнем. Хорошо всем слышно, ничего не фонит, все нормально. Отлично. Когда я представлюсь, меня зовут Светлана Парфинович, я индивидуальный предприниматель и на сегодняшний день участник онлайн-проекта «Территория роста». Нахожусь в звании директор и веду собственный бизнес онлайн, который является основным и единственным источником моего дохода в настоящее время. Если посмотреть в прошлом, то я была ведущим инженером по проектным работам. И вы видите, наверное, этот слайд, как и большинство людей на госработе проработало 20 лет в службе заказчика и вела фестивальные объекты. Работа была престижная, оплачиваемая хорошо, но на этой работе не было свободы и независимости. И когда ты, наверное, меня понимаете, когда ты не можешь уйти с работы, если плохо себя чувствуешь, не можешь взять отпуск летом, когда ты хочешь, не можешь расслабиться, когда тебе ставят задачи в нереально сжатые сроки, это, конечно, нервы, это стрессы. И многие начальники даже не выдерживали и уходили с работы, менялись. Но хотелось, конечно, свободы всегда. По иронии судьбы, окно моего кабинета выходило на площадь свободы. И я очень часто задумываюсь, почему мы очень много работаем на хороших должностях, но мы так мало зарабатываем и так мало можем себе позволить. И, конечно же, моя задача рассказать вам о том, как с помощью нашего проекта вы можете изменить свою жизнь к лучшему, иметь тот бизнес, который позволит вам осуществить ваши мечты. И моя мечта осуществилась. Я уже свободный человек на протяжении, наверное, пяти, даже больше лет. И что хочется отметить, что, конечно же, многие из нас не рассматривают возможности, не могут себе позволить очень многого. И мне хочется с вами поговорить о деньгах. Конечно же, деньги – это всего лишь средства для осуществления ваших желаний, которые у вас есть. И любая мечта стоит денег. Кому-то нужны деньги для того, чтобы хороший гардероб себе купить. Кто-то хочет хорошо питаться. Кто-то хочет делать хорошие подарки своим близким. Кто-то хочет обучать детей в хороших престижных университетах. Кто-то хочет хорошо отдыхать на море в какой-нибудь стране. Кто-то мечтает о дорогих концертах, выставках. Кто-то любит путешествовать. Это все деньги, и это наши мечты. Но работая на госработе, конечно, не все могут позволить себе именно осуществить все это. Как правило, мы все живем по шаблону государства. Детский сад, потом школа. Денег здесь мы не зарабатываем. Институт. У нас маленькая стипендия, которая мало на что хватает. Когда мы выходим на работу, у нас есть всего лишь самый маленький оклад, как молодого специалиста. И именно где-то до пенсии мы работаем 30-40 лет. И в этот период времени, как правило, мы начинаем строить свою семью. Нам хочется иметь хорошую квартиру, хорошую машину. Нам хочется делать хорошие покупки. Но именно в этот период времени все уходит на то, чтобы сделать карьеру. И заплата, как правило, такова, что нам хватает ее только на удовлетворение самых насущных проблем. Но не хватает на то, чтобы отложить на наши мечты. В перспективе нас ожидает пенсия, на которой, как правило, не разгуляешься. И эта перспектива многих пугает. И вот такая формула 40 на 40 на 40. Как правило, 40 часов в неделю, 8 дней, по 8 часов в 5 дней мы работаем. Мы на работу ходим 40 лет для того, чтобы потом на пенсии получать 40% от средней зарплаты, которую зарабатывают у нас в стране. И многим не хватает денег, то есть практически ни на что. Другого, как дожить до следующей зарплаты. Именно вот такая вот формула и такая перспектива не дает нам никаких вариантов. Ну и, конечно, можно проработать 40 лет, но зачем тратить столько лет жизни, чтобы получать такую зарплату? Для сравнения могу вам привести такую статистику, что средняя зарплата в Белоруссии в 2015 году была 300 долларов, в России 450, в Польше 1400. Ну, если сравнить с такими странами, как Германия, Япония и США, то там заплата 4000 долларов, а в США 4500. Конечно же, у нас таких зарплат нет. И у нас, соответственно, возникает вопрос, что делать в такой ситуации. Конечно, не хочется ждать пенсии, чтобы потом мыть полы где-то в школе для того, чтобы заработать. И перспектива эта пугает пенсия. Если сравнить пенсию, которую получают наши белорусы, с тем, которую получают, как они живут, увидите, какие копейки считают наши пенсионеры. Если сравнить, как живут в Европе пенсионеры, то это две больших разницы. Мне всегда вот хотелось жить именно так, на пенсии, когда чувствует человек свободным себя, когда он живет в удовольствии, когда он может путешествовать, имеет возможность много себе позволить. И вот такую пенсию хотелось бы мне тоже иметь. Но мне повезло в некотором вопросе, в плане. И сейчас, одну секундочку. Вот вы видите два человека, которые повлияли на мою будущую жизнь. Это мой сосед по лестничной площадке, Игорь Аркевич. Игорь Аркевич, человек, который подсказал мне, как я могу оформить 20% скидку и экономить, покупая через интернет. И Елена Аркевич, это девушка, которая была тогда директором. И впервые от нее я узнала, что есть другой способ зарабатывать деньги, это строить карьеру. Вот такая лестница успеха, по которой она мне показала, можно стать, выйти на уровень менеджера и потом в перспективе директора. И иметь собственный бизнес онлайн. Конечно же, такая перспектива меня заинтересовала. И совмещая работу, я попробовала себя в этом бизнесе. И у меня все это получилось. И что хочется отметить, что для молодежи, вот на сегодняшний день, выход, какая есть перспектива. В этом, за последние два года на 15%, вот вы видите динамика резюме, людей, которые ищут работы, увеличилась на 15%. А вакансии, которые есть в Белоруссии, их стало на 35% меньше. И в перспективе у молодежи очень мало вариантов, как заработать деньги и как прожить лучше. Поэтому, что хочется отметить, единственный выход в такой ситуации, это использовать второй способ зарабатывать деньги, это строить собственный бизнес. И сейчас очень многие наш век информационный бизнесмены, они пробуют перевести свой бизнес в интернет и активно развивают его. Конечно, в Белоруссии, если посмотреть количество интернет-пользователей, оно растет с каждым годом. В 2015 году количество интернет-пользователей составило 9 миллионов 700 тысяч человек. Из них одна треть делают покупки через интернет. И, наверное, вы знаете, что интернет сегодня вообще завоевывает полностью пространство. Вы можете платить деньги, общаться через интернет, по скайпу. Вы можете знакомиться через интернет, вы можете платить налоги через интернет, денежное перечисление делать, все возможное. Покупать билеты, железнодорожные, авиабилеты. И оплачивать все услуги. Поэтому в настоящее время интернет – это хороший вариант для развития бизнеса. Чем он хорош? Вы можете работать там, где вы находитесь. Это удобно. Вы можете находиться на даче, вы можете находиться дома. И, конечно, это вариант очень удобный для молодежи. Что касается нашего предложения, территория роста, нашего проекта, мы предлагаем вам открыть свой онлайн-магазин. И у нас есть вакансии менеджера и руководителя, директора интернет-магазина. Первое, что хочется отметить, это весь бизнес помещается в ноутбуке или планшете. Вы можете работать, не тратя время на дорогу. Доход. Доход у вас будет официальный, растущий. Вы будете получать деньги на карточку через банк официально. У вас не будет зависимости от начальника, что тоже хорошо. Вас не могут уволить. Но здесь вам нужно будет самим организовать свой рабочий день. Вы будете сами планировать время, поскольку будете работать на себя и будете сами себе начальником. У вас не будет, возможно, никаких финансовых рисков. Вы не вкладываете здесь деньги, вы будете вкладывать только свое время. В чем еще преимущество? Вы будете развиваться личностно, вы будете проходить обучающие тренинги, вебинары, будете общаться с успешными людьми. И, конечно, корпоративные мероприятия. Они у нас проходят очень хорошо, высокого класса. Там будут различные мотивационные мероприятия, обучающие, поздравительные, всевозможные конференции, банкеты директоров. У вас будет возможность путешествовать по всему миру. И, конечно, у вас будет признание и награждение. Вы будете, каждая ступенчика по карьерной лестнице будет все время поздравления. Какие-то подарки, цветы, чеки. И, конечно, здесь у вас будет очень много новых знакомств и новых друзей. Много общения. Самое интересное, что все ваши усилия, которые вы вкладываете в этот бизнес, не пропадают даром. У вас будет возможность передать свой бизнес по наследству. И, конечно, будет возможность передать своим детям, оставить будущее своим детям. Все ваши достижения, которые вы сделаете, все можно передать или детям, или своим, самым близким родственникам. Свобода. Свобода – это самое важное для меня, что было. У вас будет свободный график работы. Вы будете сами определять время, которое вы будете уделять семье, детям. Вы можете планировать свой отдых, свои развлечения, хобби. И вот эти все преимущества, они будут у вас. Этого немало. И, конечно, в любом бизнесе мы продвигаются какие-то товары, либо услуги. И чем больше товар или услуга пользуется спросом у огромного количества людей, тем больше прибыль. И, конечно, важно качество этого продукта. И для сотрудничества в нашем проекте мы выбрали партнера самого стабильного, самого на рынке мировом. 49 лет на мировом рынке. Компания, которая работает, проверена временем и работает в 63 странах мира. Официально и легально. В Беларуси, вы видите, это самый раскрученный бренд. Это косметический бренд в Беларуси номер один. Товары повседневного спроса, которые нужны абсолютно каждому. Товарооборот компании, полтора миллиарда евро. Это тоже огромный товарооборот для косметической компании. И он растет. И ваш доход будет официальной двигательной. И вот именно компания предоставляет вам два глобальных международных сайта на разных языках. Здесь компания ведет и доставку, и логистика, и билансерский учет каждого офиса, который открывается онлайн. За качество продукции тоже компания несет ответственность. Продукция натуральная, логически чистая. Компания стимулирует развитие. Это акции, это подарки, бонусы всевозможные, которые вы будете тоже получать и участвовать в этих акциях. Ну и конечно ассортимент имеет большое значение, потому что более тысячи наименований продукции, которая нужна всем. Это декоративная косметика, это уход за лицом, на чем компания специализируется. Это уход за телом, всевозможные туалетные воды, аксессуары, сумки, бижутерия и так далее. Это то, чем мы пользуемся каждый день. И у компании есть собственные исследовательские центры и заводы. То есть компания богатая, и что единственный мир институт исследования кожи находится в Швеции, в Стокгольме. И постоянно ведутся инновационные разработки. Если посмотреть на как проходит создание новых средств по уходу за кожей, то 5 лет ведется разработка. Полтора года идет тестирование. И 2 года уходит на патентную экспертизу. И только тогда продукт может попадать к потребителю. Что касается серий, которые уникальны в своей натуральности, вы видите серию по блюдце, которая недавно совсем обновилась. И это единственная в мире натуральная серия на 99,8% натуральная. И 4 независимых организации признали эту продукцию натуральной и экологичной. Что касается других разработок, последней разработки, которые произошли, это революция в косметологии серии Novage. 7 научных статей написано про эту серию. И она гарантирует вам результат на 70% более упругой кожи за 12 недель. Уникальный состав клетки стволовых растений и аспарагиновая кислота гарантирует вам вот такой эффект и позволяет вам выглядеть отлично, сохраняя молодость и красоту вашей кожи. Поэтому для меня очень важно качество продукции. И вот именно эта серия, она сейчас самая востребованная для возраста 40+. Ну и, конечно, звезды, которые, видите, на обложках наших каталогов, они тоже выбирают нашу продукцию Арифлей. Это Деми Мур, Тина Канделаки, видите, туалетная водичка. Это Дима Билан, который представляет тоже аромат. Евгений Плющенко. Поэтому эта продукция действительно нужна не только потребителям простым, но и звездам. И, конечно, компания, бренд Беларуси номер один, и к вытяжению многих лет, с 2008 года до сегодняшнего дня, она занимает лидирующую позицию на рынке Беларуси. Конечно, кроме того, чтобы компания представляет средства по уходу за кожей, красота снаружи, она представляет нам ассортимент продукции Вэл, Волнос, аптечная продукция, которая гарантирует нам красоту и здоровье изнутри. Волнос – это новая продукция, которая появилась в аптеках, и она на сегодняшний день единственная экологически чистая продукция, которая соответствует международным стандартам качества. Это витамины взрослые и детские, это коктейли протеиновые, это супы и большой очень ассортимент. Это омега-3. И для людей, которые ведут здоровый образ жизни и хотят жить долго, это самая необходимая продукция. Для меня эта продукция стала жизненно необходимой. Сейчас плохая экология, некачественные продукты. А супы и коктейли – это сбалансированное питание, которое обеспечит ваш организм всем, что нужно получать на сутки. И давайте посмотрим, какие же стандарты качества. Вот вы видите знак второй GMP, о котором я уже говорила. Выше этого стандарта качества нет. Наши витамины, которые продаются в наших аптеках, они, к сожалению, этому стандарту качества не соответствуют. И вы видите такой треугольный значок. Внизу рекомендован национальная статуя гипотологов и нутрициологов. Это касается коктейлей и супов, как правильное питание. И вы видите Ольгу Григориан, это ведущая научно-сотрудник МИИ питания Российской академии медицинских наук нам рекомендует эту продукцию и говорит, что Велланс – это здоровое нейтральное питание, это путь в долголетие. Вот такие эксперты проходили экспертизу, это продукция и вот такие рекомендации. Поэтому, кроме этого, еще вот такая награда. В России на ежегодном национальном премии здорового питания эта продукция стала лауреатом и завоевала вот такую премию здорового питания. Номинация «Витаминный бат» как лучшая компания-производитель. Лучшей этой, лучшей производителя в России нет. Поэтому можно гордиться тем, что у нас есть такая продукция и что она получила такое признание. Ну и, конечно, выбор года. Выбор года вы видите Екатерину Мамедову, которая держит вот такой вот диплом, который говорит о том, что Арифлэн – это пасиногическая компания прямо в продаж номер один. В 2015 году вот такие вот награды получила компания. И диплом победителя как бренд-лидер в социальных сетях в категории косметика тоже Арифлэн Беларусь. 2016 год. Поэтому мы можем гордиться тем, что у нас есть такое признание и такие дипломы. Ну и, конечно, товарооборот, который составляет полтора миллиарда евро, это тоже говорит о многом. Он равносилен тому, что если бы компания «Мерседес» продала 50 тысяч автомобилей. Поэтому компания развивается и есть возможность именно сотрудничать с такой компанией. И давайте посмотрим, как же наш партнер, какие предоставляют нам возможности. Прежде всего, это 20-процентная скидка на весь ассортимент, который вы будете иметь. Нужно будет поменять обычный магазин на личный интернет-магазин. Привычку покупать через интернет-магазин, выработать у себя. И вам будет напрямую от производителя гарантирована качество продукции, шведское качество, с доставкой, куда вам удобнее. Вы не будете тратить время на то, чтобы искать какие-то распродажи, ходить по магазинам, тратить свое время на очереди, на поиски выгодных предложений. Вы, не выходя из дома, можете быстро, удобно и выгодно сделать выпаст и получить все оперативно и быстро, еще со скидкой 20%. Давайте же рассмотрим еще, в чем же суть бизнеса. Конечно, это в создании товарооборота. Есть два способа создания товарооборота. Чем больше этот товарооборот, тем больше ваша прибыль, более прибыльный бизнес. И существует два способа создания этого товарооборота. Один из них – это личная рекомендация, которую вы тоже можете делать. Вы можете делиться своими эмоциями, тем, что вам понравилось применение продуктов. Можете делиться, если вам понравилась, какая-то серия для тебя или политологичка. Можете поделиться этим и заработать 25% и иметь прибыль от этого. И специально для тех, кто любит продавать, есть вот такое поощрение «Премьер-клуб». Вы можете зарабатывать при этом от 25 до 135 условных единиц. Начиная с того, что если у вас 250 баллов, все продукты сокопленные на 250 условных единиц, от 25 вам возвращаются деньгами как вознаграждение. Но не все люди любят продавать, я тоже не очень люблю продавать, поэтому существует еще плюсы и минусы этих личных рекомендаций. плюсы – это то, что это делать быстро и легко. Можно заработать быстрые деньги, это несложно. Паталоги красочные, они сами продают все, что написано, есть там реклама. Но есть и минусы. Много денег вы здесь не заработаете и не всегда, если вы заболели, вы можете что-то поэкономить. Вы можете рекомендовать из продукции. и, соответственно, вы не зарабатываете, если вы не рекомендуете ничего. Но существует еще один способ, более интересный, это создание товарооборота, создание миллионных оборотов в официальном интернет-магазине благодаря новым партнерам. И вы видите, как стремительно растет доход здесь. Что касается этой возможности, то существует готовый уже план успеха, проверенный временем, который работает во всех странах и позволяет вам зарабатывать столько, сколько вы хотите. Здесь нет ограничений, и вы можете на любой ступенечке выйти на тот доход, который вы хотите. Давайте же посмотрим, как ведется работа. онлайн. Онлайн – это оформление заявок в интернет, это назначение и проведение скайп-встреч. Большинство из вас приходят к нам именно через скайп-встречи в проектах. Это работа в соцсетях, по резюме, работа с знакомыми, и это оформление рассылок информационных и обучения. Обучение через вебинары, через инструкции, тоже онлайн. Это очень удобно. Тоже не надо тратить выходить из дома, тратить свое время. Ваша задача – только впитывать все знания, которые вы можете получить из обучения. И если вы мама в декрете, то вы можете зарабатывать, как я говорю, одной рукой. В будущем декрете тоже можно работать через интернет. и это такой один из вариантов. Можно работать столько времени, сколько у вас есть. Можно 2 часа работать день, можно 4, можно 8. И чем больше товарооборот в интернет-магазине благодаря вашим усилиям, тем больше ваш доход. Почему это работает? Давайте рассмотрим на примере вот такого вот дома, многоэтажного, который в среднем есть в каждом городе. И предположим, что каждая семья тратит на косметику и средства гигиены в среднем 300 тысяч белорусских рублей. В таком доме 180 квартир. Если, например, хозяин открыл магазинчик свой в этом доме, то если в этот магазинчик заходят люди, после работы покупают что-либо, то если 180 человек купят на 300 тысяч белорусских рублей, то 54 миллиона белорусских рублей составит товарооборот. И хозяин этого магазина получит прибыль 700-700 долларов. Это довольно-таки неплохие деньги. Но если учесть то, что в каждом городе не один такой дом, а много, а в интернет-пространстве это неограниченное количество покупателей, то доход вот этот вот менеджер, прибыль, который получает хозяин, это доход менеджера. Вот на таком слайде вы видите, что если мы приглашаем 31 человек, который размещает, и обучаем их делать, разместить ВКС на 100 условных единиц, то товарооборот составит 1100 условных единиц. Ваш доход приблизительно будет от такого товарооборота 220 условных единиц, или 4 миллиона 500 белорусских рублей. Это доход менеджера. И приглашая своих знакомых и обучая их делать то же самое, вы выходите на вот такой вот уровень менеджера. Это ступенчика дохода, которая по вот этой системе, общаясь с другими людьми, у нас бизнес-информационная, делая информацию другим людям, вы зарабатываете. И это делать несложно, приятно и прибыльно. И, как вы знаете, уже, наверное, профессия 21 века, профессия менеджера сетевого бизнеса занесена в государственный реестр всех профессий в России, и это повышает, конечно, степень доверия к этому бизнесу в сфере прямых продаж. Поэтому этим стоит заняться, и это уже то, что гарантирует вам результат. Конечно, можно делать это быстро или медленно, в зависимости от того, как вы приглашаете. Наша задача поиск партнеров. Лучше, чем покупателей приглашать партнеров быстрее рост и быстрее доход. На этом примере видно, что если вы приглашаете по два человека, пригласили двоих, мы учили их тоже пригласить два, вас уже четверо, и каждого из этих четыре человека вы тоже учите пригласить двоих, вас восемь. Каждый из восьми пригласив по два человека, представляет 16 человек. А если вы сделаете чуть-чуть больше пригласить по три, то разница между у вас уже будет 81 на 65 больше, чем вы пригласили по 16 человек. Если делать еще больше, пригласить по пять, что идеально, то вы на сколько, смотрите, 625 человек, по сравнению с тем, если бы вы приглашали по 2 человека, больше в вашей организации, и, соответственно, больше товарооборотов. И 780 человек – это, конечно, довольно-таки солидный товарооборот, это уже на сильный уровень директора. Поэтому, приглашая других, ищите бизнес-партнеров, которых тоже будут приглашать, людей, которым нужны деньги. Конечно, будут и те, кто будет экономить. Наша задача – формировать команду свою и людей, которые хотят зарабатывать, и при таком варианте, вы видите, по формуле 5 на 5 на 5, вы становитесь директором. Став менеджером, ваша задача – помочь своим другим людям, которых 500 пригласили, тоже выйти на уровень менеджера. И, помогая другим, находя бизнес-партнеров, мы обучаем их и растем по карьерной лестнице до уровня директора. Лестница успеха – конечно, все мы приходим в этот бизнес нулевыми, мы обучаемся в процессе, здесь ничего сложного нету, и ваш доход растет постепенно. С нуля до, вы видите, до 800 условных единиц, это ступенечка, еще самая маленькая премия выплачивается на этом уровне – 1000 долларов. И этот бизнес, конечно, это бизнес. Нужно, конечно, работать, но здесь есть перспектива. В компании сейчас, на сегодняшний день, 250 долларов миллионеров, которые тоже начинали с нуля, были на 3%, потом на 6%. И за год, кто-то за 1,5%, кто-то за 2%, можете выйти на уровень директора и осуществить свои мечты. Достичь уровня директора, делая те же самые действия, одни и те же действия в течение года. Те же преимущества, давайте посмотрим, вы получите. Вы получите ежемесячный доход от 700 до 1000 условных единиц. Вы получите 1000 долларов в самую маленькую премию, которую вы будете получать на банкете директоров. Вы будете участвовать в программе «Мой автомобиль». И, конечно, вы здесь можете на 2 человека получить приглашение на банкете директоров. Кто-нибудь из близких поехать на это мероприятие, где вам вручат такой вот чек. И у вас есть перспектива дальнейшего роста. То есть это не самое большое достижение, уровень директора. Что-то начинается, можно сказать, серьезный бизнес. И если посмотреть на следующий сайт, то вы увидите, что в 2015 году были награждены 107 лидеров с новыми званиями. И это, кроме того, что было награждение, 127 участников еще побывали на золотой конференции в Валенции. И 147 менеджеров по пути к директору побывали и отдохнули в Египте. То есть не только директора, но и менеджеры имеют возможность побывать на таких мероприятиях, которые организовывает компания бесплатно. И конференция для менеджеров, она проходит в самых лучших местах, в лучших курортах, в лучших отелях. И вы видите, что по принципу все включено. Вы видите, самый красивый отель в Египте, где отдыхали наши менеджеры. И здесь все продумано до мелочей, все обеспечивает вам комфорт. Ужины, вечеринки, все продумывает компания, все на высшем уровне. И впереди еще для менеджеров с 25 по 28 сентября будет конференция в городе Сочи, в России. И есть возможность очень многих туда купать, выполнить определенные условия на квалификацию. Поэтому компания предоставляет вот такие шикарные возможности. И есть, все зависит от вас. И совсем недавно участники проекта, которых видите, три девушки в центре Наташи Лангвинович, которая побывала на конференции в Египте. И эти три человека, участники нашего проекта, уже вышли на уровень старшего менеджера. И через 8 каталогов, они сейчас находятся в открытом звании директор, они получат свою первую премию в 1000 долларов. Видите, бюкеты цветов на мероприятии 13 марта, которые вручались им под аплодисменты. И, конечно же, для них будет еще впереди банкет директоров, которые ожидают. И, видите, Ольга Менникова, это директор, который появился уже в моей структуре. Закрытое звание. Ольгу мы тоже поздравляли. Подарок ей был предоставлен лимузин. И все директора, я в открытых званиях и закрытых, были на ужин в ресторане. Вот так в нашей команде «Территория роста» мы поздравляем наши достижения. И, кроме этого, каждый директор нашей команды получил вот такой кулончик, золотую подвеску, как знак признания за ту работу, которая была проделана из рук наших лидеров. Каждый директор, повторяю, будет иметь такую возможность. И, конечно же, каждый директор, который открывает это знание, у нас участвует в банкет директоров, которые организуют ежегодно. Компания – это праздничный ужин, приглашенные звезды, гости, по встрече, общение с лидерами, обмен опытом. Ну, и, конечно же, это все проходит очень красиво. Вот в 2012 году в манкет директоров назывался «Королевский бал». Вот такие красивые парни на входе встречали вас как королеву, проводили в зал. И это мероприятие всегда запоминающееся, всегда необычное. И всегда очень приятно на нем находиться. И запоминается очень надолго. И вы видите, как красиво накрыты столы, и большое количество директоров каждый год в новых званиях чествуются. Самые известные артисты поют. Вот видите, здесь века. У нас был Боссенгел, Ираклий. И, конечно же, концерты идут развлечения всю ночь. Напрыто очень красиво, столы. Видите, нашу команду, которая здесь находится, на банкете директоров. Это 2013 год банкет. И, конечно, своей командой всегда это проходит интересно и весело. Марина и Дмитрий Городников. Это тоже получали свои чеки на банкете директоров. Семейная пара в прошлом учителя, которые сейчас находятся в открытом звании старших директоров. На банкете тоже получали свои чеки в 1000 долларов. Это Алла Болбери, вот тоже у них семейный бизнес с Владимиром. Елена Левша с мужем. Это все участники проекта директория роста, которые уже получили свои чеки. Видите, здесь Наташа Бирюкова с мужем, тоже семейный бизнес. Тамара Семеновна, которая, будучи на пенсии, начала развивать свой бизнес. И вот сейчас она очень успешно тоже получает 1000 долларов. Получила, вернее, уже давно. Из разных городов. Вот это вот в центре Людмилы Котнаковича из Минска. Тоже получила свой чек Зина Сахонова, которая совмещает бизнес с работой. Основной тоже это все возможно сделать. И вы видите еще уже золотых директоров с счетами 2000 долларов. Люди, у которых уже два директора, два человека, которым они помогли. Ольга Хомицкая в голубом платье это мой вышестоящий спонсор и директор. И ее дочь Юля внизу, самый молодой директор в нашей команде. И вы видите девушка из Браслова, Наталья Мозговая, которая тоже золотой директор. Вот такое количество людей, которые вы видите, это все показываем для того, чтобы вы понимали, что каждый человек может добиться успеха, что это не единичный какой-то случай. Анна Козловская, основатель нашего проекта «Скритория роста», девушка, которая закрыла два звания за один год и держит чеки 2000 долларов и 1500 долларов за один год. Вот такую сумму и ее директор Катя Драдицкая, которая тоже молодая, амбициозная девушка получила свою премию. Ну и последний банкет директоров, очень красивая фото-зона, это Оксана Жирнова, Вероника Леченок, Оля Цуприкова и Оля Небараба. Девушки вот такие красивые, молодые, счастливые, получили свои чеки и продолжают сотрудничать с нашим проектом. И наши вдохновители, наши наставники, наши учителя на красной дорожке Елена Рокотча и Денис Бирюков. Это люди, которых мы учились, благодаря которым мы все получили вот эти чеки, которые нас постоянно вдохновляют, мотивируют, ведут вперед за собой. И у вас есть возможность обучаться у самых лучших лидеров Белоруссии. И, конечно, директор это не предел. Помогая другим людям становиться директорами в вашей команде, вы растете в доходах, в званиях и можете любую ступеньку, увеличивая свой доход, шагать по лестнице успеха, продолжая делать те же самые действия. Что касается лестницы успеха, она подразумевает не только денежное вознаграждение, она подразумевает еще и организацию вашего отдыха, ваших путешествий. Золотая конференция, которую вы видите с уровня золотой директор, проходит. Это очень красочное мероприятие, запоминающееся. И вы видите вот топ-7 Беларуси Елена Рокочевина и Березкова, топ-1 Витебская и Витебской области. Это люди, которые постоянно путешествуют с компанией, отдыхают два раза в год на всевозможных конференциях, не пропуская ни одну, наверное. и именно они чествовались в Нобелевском зале. Видите, какое признание в Нобелевском зале был гал-а-ужин и в Нобелевском зале они находились рядом с королевой Швеции. Постоянно путешествовать вместе с Рикойм тоже, бывать на ежегодно целых конференциях, и у вас будет такая возможность. И эти поездки по всему миру с роскошными отелями, проживаниями, вот это вот на картинке Сингапур, очень красивый отель, необычный, где побывали уже наши лидеры. И, конечно, компания такие конференции проводит два раза в год. Вот на таких вот лайнерах тоже была конференция, этот лайнер, наверное, высокой 16-этажный дом, и там организовано все. И на лайнере есть и рестораны, и сауны, и бассейны, там можно отдыхать и очень красиво путешествовать. Что касается следующего слайда, это Валенсия, конференция в Испании. Видите, какие счастливые здесь люди, все улыбаются. Наши лидеры Анна Козловская, Елена Рокоча, лидеры из Жлобина, Могилева, это все лидеры из Минска, из Белоруссии. И вот эта вот конференция, которая была в Валенсии, признана самым лучшим мероприятием 2016, лучшим мероприятием выездным годом. И, конечно, очень у всех есть возможность изменить свою жизнь к лучшему. И вы можете прожить точно так же жизнь яркой и насыщенной, как эти люди, а можете послушать неудачников и остаться у разбитого корыта. Поэтому не бойтесь рисковать и остаться у разбитого корыта. Бойтесь просидеть у своего корыта всю жизнь и не сделать ничего, чтобы начать жить лучше. И многие люди могут вас отговаривать. Многие люди будут говорить, что что-нибудь такое, что у вас не получится, что вам уже поздно или вам еще рано начинать этот бизнес. Но вы должны знать, что если вы не будете слушать чужого мнения, лучше не слушать тех людей, которые не могут вам помочь и ничем, и не могут помочь вам быть успешными. Лучше слушать успешных людей и учиться уметь. И не бойтесь перемены чужого мнения. Будьте исключительно неправильными для окружающих и уверенно счастливыми для себя. когда мы слушаем неудачников, неудачников это не тот, кто не имел шанса, а тот, кто шанс получил и не воспользовался. От кого же шансы на успех и чего не зависит? Давайте посмотрим. Шансы на успех есть у всех, надо просто использовать. но это зависит от вашего настроя, от вашего желания и готовности действовать. И большинство неудачников размышляют так, я не буду, я не могу, я не знаю как. И тогда шансы на успех очень малы. От 0 до 30, как вы видите. Если размышляете, я хотел бы, я хочу, я думаю, что я мог бы, шансы приближаются к 50%. Я думаю, что я мог бы, подразумевают еще какое-то сомнение. Но если успешные люди, они думают по-другому. Они говорят, я мог бы, думаю, я могу, они более уверены в себе, я могу, я сделаю. И на 100% шансы на успех есть у тех, кто делает. Поэтому не слушайте неудачников, а учитесь у успешных людей. Успешный человек это тот, кто с полной использует предоставившийся ему шаг. Будьте успешными и равняйтесь на успешность, обратитесь к тем людям, кто вас пригласил, они вам помогут в чате, они будут рядом и будут всегда вас поддерживать и помогать. добро пожаловать в нашу команду. Я желаю вам успехов, команда, территорию роста. И если у вас есть какие-то вопросы, можете задать их в чате. Если вопросов нет, я хочу пожелать вам, чтобы вы верили в себя и держались успешных людей, учились у них, у вас все получится. Я желаю вам успехов. С вами была Светлана Хорфимович, директор компании и участник проекта территория роста. Всего вам хорошего. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Спасибо вам за внимание. за